Сильный ливень, который скрывает весь город. Самое то для того, чтобы смыть страшную трагедию. Только вот жаль, он не сможет смыть память. Я бы многое отдал, чтобы изменить ход событий, чтобы найти другой выход или предотвратить то, с чем мы столкнулись. Месяц прошел, как я потерял своего друга и наставника. Каждый день я хожу на кладбище и пытаюсь, чтобы земля приняла его тело, но она торгает его. Почему? Все просто. Он был некромантом. Проклятый, опасный. Враг, чудовище, что я только о нем не слышал. И плевать все хотели, что он спас их всех. Он же черный, он же палач. И главным предателем была та, кого он ценил. Она привела его к черте, через которую переступив не возвращаются. Но он и тут ее обошел. Ей не досталась его душа. Он расколол ее на тысячи осколков и она теперь тоже несет наказание вместе с ним. Этого она не ожидала. И вот снова я сижу тут напротив него. Его тело не разлагается. Даже черви и жуки не жрут. Он словно спит или в обмороке. Изранен и опустошен. Вся кровь, что вытекла из его тела у меня в сосуде. Земля и ее не приняла. Это для них отрава. Меня пытались убить многие за этот месяц, чтобы выкрасть его тело, сделать сосудом или же напиться его кровью, чтобы обрести его силу. А может и отравить кого-то. Но я знаю, что они не знают ничего, что будет с ними. Они просто сдохнут и мне стать равным ему. За ним даже за мертвым устроили охоту. Ему не дают покоя даже после того, никакой дань и уважения с первых минут его гибели. Уроды, мы его даже не оплакали. Яр, ты снова тут? Мир сел рядом со мной. Да, я вот думаю, как быть. Я посмотрел на мира. Акил не объявлялся. Акил ушел на следующий день, пообещав, что соберет все осколки его души. Пару раз он давал о себе знать, а потом пропал совсем. Нет, Яр. Мир тяжело вздохнул. Плохо. Нам нужно что-то решить с телом кости и его кровью. Я не хотел просто его бросать. Это неправильно. И я надеялся, что есть шанс его вернуть. Я не знаю. Ни одна стихия, кроме огня, его не примет. А мы же не хотим его сжигать. Мир внимательно смотрел его тело. Жечь его я не смогу, но кое-что, наверное, могу, если получится. Объяснять удивленному фамильяру я не стал, а просто стал призывать огонь, чтобы спросить у стихии. Жар опалил мое тело, но не обжег. Великая стихия, только ты была близка с ним. Как мне его сохранить и не превратить в прах? Каменный склеп, закрытый раскаленным железом. Эхо отозвалось внутри меня и я увидел, как из металла и камней возводить стены, как стальные ворота закрывают двери усыпальницы. Спасибо тебе. Я вышел из контакта, а мир сидел потрясенный. Вот это да, а мы как-то и не додумались сами. Он почесал за ухом. Это да, нам нужно приступить к работе, только место нужно выбрать. Я думаю, что есть одно место, где ему будут рады. И где же такое место? Ты помнишь, где была похоронена Дриада? Ну да, конечно. Она ведь жива, просто стала стихией. Как думаешь, примет ли она его? Не знаю, но стоит попробовать. Я и раньше думал о том, чтобы принести Костю туда, но не знал, что из этого выйдет. А главное, надо узнать, смогу ли я там возвести склеп, чтобы не превращать землю в живое кладбище. Стоит ли переносить его туда сразу или же выяснить сначала? Честно говоря, нервы мне это все уже помотало порядком. Я прятал его как мог, но это давало выиграть время дня на два, максимум на три. А потом его снова находили. Были те, кто хотел его воскресить. Я даже ожидал, что у них получится, что может быть это позволит вернуть его хоть какую-то часть, но нет. Всегда вместо него воскресал некий приспешник и уничтожал тех, кто нарушал его границы. Немного пораскинув мозгами, мы с миром решили, что все же отнесем его туда, к ней. Собрали камней, песка, глины, правда все это было искусственно выращено мною, но не хуже настоящих. И уговаривать не надо. Знаю, звучит как бред, но в моем мире, каким я его вижу и знаю, все именно так. Стихия есть стихия. Мы пришли к большому дереву. Удивительно, как быстро оно выросло. Диша была своенравной, но честной и доброй. И мне казалось, что дерево словно скорбит по нему вместе с ее душой. Очередные воспоминания ранят больнее любой нечисти. Здравствуй, Диша. Знаю, что ты мне уже не ответишь, но надеюсь, ты не будешь против принять его рядом с собой. Я положил тело кости к корням дерева. Листва зашумело и стала опадать. Неужели даже она его не примет, но потом мне показалось, что она не отвергает. Она так плачет. Каждый листочек касался его вскользь, словно гладил. Корни приподняли его тело, как на погребельном столе. Это был знак того, что она приняла его. Трава вмиг исчезла и стала расти вокруг. Я принялся за дело. Не буду долго рассказывать, об этом просто было сложно и тяжело, но огонь словно был кузнецом. Он сам ковал и создавал то, что я бы никогда не смог, отдавая дань своему хозяину. Каменный гроб, железные дуги, что скуют его и спрячут рядом с ней. Когда я погрузил его туда, а потом закрыл, земля разверзлась и корни деревьев опустили его. А потом она снова сошлась. Стихия повиновалась ей, да и он ее теперь не травит. Его кровь дерево спрятала в себе глубоко под корнями, там, где никто не сможет найти. Мир наложил защиту, а я нанес руны предупреждения, чтобы она чувствовала, что идет опасность. Трава вновь заполнила землю и казалось, что ничего и не было только что. Мир, знаешь, скажу впервые такое, но я бы сейчас с удовольствием поел и отдохнул, а потом стоит начать искать Акила. Я даже завидовал тому, что Костя бы сейчас затянулся сигаретой, попил пивка и начал бы думать, что делать дальше. А я так не мог и я не знаю, как он так делал и почему именно в такие моменты к нему приходили хорошие идеи. Я с тобой согласен, его мы спрятали, след я отвел далеко. Так что у нас есть в запасе время. Защита тоже стоит, а в случае чего она защитит его, утащив глубоко под землю. Мир положил свои пушистые лапки мне на колени. Ну, тогда пошли. Мы встали и направились к дому. По дороге мы не разговаривали, но каждый знал, что нас беспокоила пропажа Акила. Акил тогда, как с цепи сорвался. Он рвал и метал в образе черного огромного пса и так и не вышел из него. Он рвал каждую нежить, которая могла хоть что-то знать о душах. А потом уничтожил первых собирателей душ. И там же нашел и первые осколки. Я думал раньше, что осколки души – это что-то вроде наших осколков стекла. Как-то так представлялось просто. Но нет. Это совсем другая материя. И собиратели душ очень ценят такие частицы, делая из них живые артефакты или фамильяров. Мне казалось, что там просто тысячи частиц, но нет. Настоящих только семь. А все остальное – это слезы. Акил нашел четыре из них, а вот остальные – те, что были самыми главными, поискать огромный труд. Они никогда не падают там, где можно их легко поднять. Дома мы поели и отцу я кстати о себе сказал и показал ему мира. И как бы это ни странно, но он принял этот факт. Только волноваться стал больше. Ба и деду я тоже все рассказал о их внуке. Они были так потеряны и не жили. А теперь они молятся о его спасении и верят, что Акил сможет его вернуть. Костя бы не одобрил, да и Акил ругался. Но дед сказал, что даже если они все и забыли, то чувствовали пустоту все это время и им не хотелось жить. И они попросили Акила не пропадать, даже если он не сможет вернуть Костю. Они любили этого фамильяра, он конечно ворчал, но все же согласился. А с какой радостью наконец наелся пирогов от ба, даже не рычал два дня. А теперь и сам он пропал. Пап, нам нужно будет с миром отправиться на поиски Акила. Я не мог сбежать от него просто так, совесть бы меня мучила. Ярослав, сынок, я боюсь за тебя, может быть я могу тебе помочь? Папа меня удивил, я ждал другого ответа и готовился убеждать. Пап, спасибо конечно, что не отговариваешь, но тебе опасно с нами. А какой смысл отговаривать? Вы с миром волшебники, так что все равно уйдешь. Я так боялся все эти дни, что просто сбежишь, но пойми. Я хоть и простой человек, но я много умею. Ты конечно можешь злиться на меня за все, что я сделал, но я хочу исправить и если нужно будет, то спасти тебя. Я же не глупый и много чего знаю, это мое слабоумие и водка меня тогда сгубили, но сейчас я хочу быть сыном и терзать себя ожиданием. Он смотрел на меня как побитый пес, мне стало стыдно. Пап, прости пожалуйста, я давно не держал обиду, просто если ты погибнешь, а может и так случится, то как я это переживу? А если погибнешь ты, что будет со мной? Уж лучше я, я пожил хотя бы, но ты должен жить и помнить, что я в тебя верил и не бояться за меня. Он подсел ко мне ближе и положил руки мне на плечи. Ярослав, сын, ты сильный, я знаю, всегда знал и боялся. Я многое видел, но молчал, только чтобы не потерять тебя, но поверь своему старику. Ты это все, что есть в моей жизни и я не прошу себя. Если ты уйдешь, я останусь дома как трус. Он говорил так убедительно, что я сдался. Хорошо, только если ты мне кое-что пообещаешь. Я пристально посмотрел на него, он кивнул. Ты не будешь кидаться везде, прикрывая меня и мешать мне и миру. И сделаешь так, как я скажу. Он помялся, хотел что-то возразить, но потом кивнул и мы пожали руки. Куда мы идем? Мы не знаем, Акил пропала, а куда он отправился неизвестно. Последняя, где он был, это старая деревня, которая в четырех днях пути, если пешком. Но у нас же есть машина, значит нам так будет быстрее, и сможем взять все, что необходимо. Пап, только если что машину придется бросить. Тогда у меня есть идея еще лучше. Я тут денжат скопил, прилично, мы можем купить какую-нибудь простенькую машинку и заодно у нас останутся деньги в дорогу. А это неплохая мысль, а твою машину мы оставим ба и деду. Я согласен, тогда ищи с чего начать, а я займусь поиском машины. Пап, что сынок? Да ешь сначала. Мы посмеялись и наш ужин прошел в разговорах о предстоящем пути. Два дня мы потратили на сбор. Дед заготовил нам железных крюков, соли, святой воды, кресты деревянные. Дед даже ружье свое дал. Ножи из клапана, которые был отлит из серебра, пули из серебра отливали, просто в Анхельсинге. Ба собирала нам провизию в дорогу и причитала, молитвенники, иконы и все такое прочее. Отец в архивах библиотеки нашел мистические истории о пиратском компасе, который покажет каждому нужное направление. Роза ветров. О ее истинных значениях давно забыли. Только вот где ее отыскать, не уверен, что она вообще в нашей стране. Но все возможные истории о мистических артефактах мы все же собрали. Честно говоря, мне это напоминало крестовый поход какой-то. Но отец был полон энтузиазма. Я кстати даже не знал о том, что у нас есть снаряжение для альпинистов, экологов и шахтеров, а еще много всяких разных вещей. В конечном итоге в машине осталось только два пустых места. Это два передних сиденья. Мы с тобой словно на охоту едем. Я посмеялся. Ну так и есть, я не знаю, что нам может пригодиться и лучше подумать об этом сейчас. Он с видом знатока осматривал, не забыли ли мы чего. Яр, вы с папой только поосторожнее. И как найдете Акила, дайте знать, мы волнуемся. Баба тирала слезы платочком. Они с дедом были рады, что я отправляюсь в путь не только с миром, но и с отцом. Им было как-то даже спокойнее. Хотя они вообще нас отговаривали от этого, но поняли, что я все равно пойду. Решили, что лучше нам помочь и помогли очень даже хорошо. Я попросил отца заехать сначала на могилу Костя, он удивился, но промолчал. Он не понимал многого, но держался молодцом. Мы отправились в путь. Я посидел около дерева, погладил землю, которая еще злилась на меня, но уже слушалась. Диша, милая, если бы ты знала, как нам не хватает его и тебя. Мы столько потеряли уже. Каждый из нас, даже тебя. Я провел рукой по дереву. Ты, наверное, думаешь, что я все еще ребенок и должен сидеть дома. Я бы все отдал, чтобы ты и Костя снова меня чему-то учили и защищали. Мне вас не хватает. Очень даже. Я смахнул слезу с щеки и встал. Нужно было ехать. Я подошел к машине, и отец смотрел куда-то вдаль. А когда повернулся на меня, то его лицо изменилось. Он побледнел. Пап, ты чего? Яр, там призрак. Что говорил дед? Соль, соль. Нужна соль. Он стал нервно искать соль. В общем, пока он искал, нас бы точно уничтожили. Пап, я нас защитил, и к нам никто не подойдет. А потом повернулся и потерял дар речи. Диша, там стояла дриада, она выходила из дерева, и оно становилось все больше, словно готово было достать до самых небес. Не может быть, Диша! Ты знаешь, кто это? Отец стоял около меня. Да пап, это дриада, ее зовут Диша, но она тогда погибла, точнее стала вот этим деревом. Ой, долго объяснять? Я смотрел и сам себе не верил. Она не плохая? Нет, пап, она хорошая, и она любила Костю. Их отношения, конечно, были взрывными, но она была честна с ним, и пожертвовала собой, чтобы мы тогда выжили. Она вышла из дерева и стала рисовать руны. Это была защита. Отвод от глаз и запах, а все, чтобы скрыть это место. Дерево раскинуло свои ветки. Около него выросло еще штук десять мощных деревьев, что теперь я точно не мог сказать, какое из них то самое. Они все также раскинули свои ветви, создавая небольшой лес. Мягкая трава покрылась жесткой крапивой, рыбьем, полынью, а полынь, между прочим, отгоняет нечисть. Все возможные сорняки, которые только могли быть, покрыли землю, как бы защищая свою территорию. Земля изрыгнула торф, и там образовалось болото, а потом я увидел что-то противное, зеленое и злостное. – Это еще что за тварь, Мир?! Мир соскочил с машины и стал принюхиваться, а потом зашипел. – Фу, это кикимора! Что этой твари надо?! То ли он громко сказал, то ли она хорошо слышит, но она тут же повернула голову и оскалила мелкие острые зубы и продемонстрировала когти. — Яр, что делать? Папа был в ужасе, но старался держаться. — Я сам, пап, с таким я уже виделся. Я показал отцу на машину, тот нехотя, но сел в нее, закрыл все окна, как мы и договаривались. Я приготовился уже полностью выпустить энергию, мир начал превращаться в огромного кота, Кикима раскалилась, как вдруг Диша встала между нами. — Остановитесь, отныне вы союзники. Она смотрела строго, как и тогда. — Ты же погибла? — Не совсем, но я не могла вернуться. Костя меня вернул, он словно вытолкнул меня к тебе, чтобы я тебе помогла найти Акила. — Прости, но я пока не могу поверить. — Я понимаю, Яр, он передал тебе кое-что. Он сказал, что надерет тебе уши, он все слышит там. — Я вот без слов понял, за что. За ба с дедом. — Тогда точно он. Я выдохнул. — А она, — я указал на Кикимору. — Это Кикимора. Я знаю, кто это. Что она тут делает? — Яр, Кикиморы вообще-то лесные духи и вредят они только тем, кто это заслужил и, между прочим, хорошие защитники. Я призвала ее. Я офигел. — Сопляк. — просипела эта зеленка. Ха, как Костя называл дриаду. Кто бы говорил. Мир явно не взлюбил ее. — Молчи, комок черсти, я тут не ради вас, я служу ей и природе. Она прошла сквозь сорняки и скрылась. — Не переживай, она защитит это место, как и все мои сестры. Диша обняла меня, а потом увидела моего отца, который смотрел на нее с ужасом. — Яр, а папа твой меня что, видит? — Точно, блин, папа. Я совсем забыл о нем от шока. — Пап, можешь выйти, это триада, Диша, она будет с нами. Папа выдохнул и вышел из машины, Диша убрала зеленый цвет кожи и ему еще легче стало, а то он так нервничал до этого. — А куда мы девушку-то посадим? — Да, вот и первая проблемка. Мы около часа думали, что и как уложить, еле скомпоновали, но все же отвоевали немного места, на что она посмеялась и уменьшилась так, что могла залезть в мой карман. — А ты сразу не могла сказать? — Я был ошарашен просто. — Я хотела, но ты и папа говорили мне подожди. Она засмеялась и запрыгнула мне в капюшон, прям как Акил всегда у Кости сидел. Надеюсь, мы его найдем. Наш путь продвигался без приключений, мы приехали в непонятную деревушку, у которой даже названия не было. Она не была отмечена ни на одной карте. Люди были тоже странные. Все почему-то сторонились, не хотели разговаривать. Я не чувствовал угрозы от них, но было видно, что они испуганы. — Яр, может быть я попробую почувствовать природу? Диша пристально осматривала местность. — Давай, от жителей мы явно не дождемся ответа. Стоило рискнуть, она все же сама природа, а не стихия. Диша подошла к дереву и приложила к нему ладонь. Около часа она стояла молча, словно слушала кого-то очень внимательно, а потом на ее лице появились слезы и взгляд был гневным. — Что случилось? Папа с опаской смотрел на нее. — Не знаю, пап, подожди, она сама расскажет. Около минут пяти она просто молчала, а потом злостно посмотрела вокруг и увидела одного из рабочих. — Эй ты, иди сюда! Она пошла к нему, но он просто резко дернул бежать. — От меня не убежишь! И она бежала за ним, а я за ней, папа и мир за нами. Блин, догонялки! Мужик бежал быстро, но она оказалась быстрее. Она просто напрыгнула на него и повалила на пол, а потом начался полный кошмар. Он скинул ее с себя да с такой силой, что она снесла нас. — Пришли все же! Мужик встал и оглядел нас. Я прям почувствовал, что позади нас собралась толпа. — Ты кто? Мы не собираемся вредить, мы ищем друга. — Не знаю, как им объяснить про Акила. — Знаем, вы такие же отребия. Проклинаете и убиваете. Мы знаем, что вы хотите сделать. Нас предупредили уже поднять из мертвых того, кто может уничтожить все живое. Он сплюнул на землю. — Вы видели Акила? Вот теперь стало страшно. — Да! — Где он? — В подвале. И скоро вы к нему присоединитесь, а потом отправитесь вслед за своим уродцем усопшим. Мужик кивнул, и на нас двинулись люди. — Одумайтесь, он не убийца, он же вас спас. Я пытался до них достучаться. — Спас один раз, а вернуть его из ада, по-вашему, это хорошо? — Он не в аду, он расколол душу. — Еще лучше, кем он будет, трупом ходячим, чертом воплоти, а может он просто и есть то зло, что должно привести к концу света? — Вы в своем уме? Он же не дьявол, он не ангел, а просто человек со способностями. Они явно спятили. — Откуда у простого человека такая сила? Мужик явно не сдавался. — Да поймите, он не то, что приведет к концу света, он спокойно мог входить в церковь, он много чего мог, он не настолько же. Вы сами подумайте, как бы он погиб, если бы был таким-то сверхмогущественным. Он пришел из чистилища, и он врет про себя, а его пес из самого пекла. — Акил не пес, он фамильяр, он, его помощник, защитник, они спасли много людей. — Вранье, мы видели его бесовщину, а дальше диалога не вышло. Мужики кинулись на нас, я создал поле вместе с миром и стал перерождаться в энергию, и конечно же это им явно не понравилось. Мы стали что-то вроде демонов или еще хуже, даже страшно представить, что им пришло в голову. С вилами, с косами, с серпами они пытались пробить мой купол. Диша создала вокруг нас земляную пропасть, и естественно это им не понравилось еще больше. Но потом они словно обезумели, глаза поблекли, они стали как тараканы карабкаться по моему щиту, такого раньше не было и просто его грызть, ни один человек на такое не способен. Щит дал трещину, они толкали друг друга, чтобы прокусить нашу защиту, а потом резкая боль пронзила мое плечо. Ай, что это? Я посмотрел на Дишу, у меня текла кровь. Они жрут твою энергию, а это значит, что они заражены. И как мне их убить? Ударь по ним, но они же люди. Они убьют тебя и твоего отца, а потом и погубят мира с Акилом. Их инфицировали не просто так, а именно для нас. Она начала обвивать щит огромными вьюнами и скидывать их. Но людей было много, а земля была не очень хорошая. Растения были слабые, сама стихия еле держала нас, так как ее отравляли чем-то. Яр сделай так, как она говорит, сын просто откинь их и побежим искать Акила. Папа стоял держа в руках ружье, а это значит, что он убьет любого, кто к нам пролезет. И это ему явно не нравилось. Стойте! Мир снова стал огромным барсом. Я оглушу их, а вы ищите Акила. Насколько смогу, удержу. Но они же могут тебя убить. Я не готов терять друга. Нет, пока ты жив, не смогут, иначе и Акила бы убили. Я его чувствую, он ранен, он жив. Мир смотрел на меня очень серьезно и я кивнул. Мир стал еще больше и издал рык, который не задел нас, но все люди стали сползать и катиться по земле, закрывая уши руками. У них из носа ушей шла кровь, мы кинулись бежать. Настроившись на стихию земли, я побежал к источнику отравления, только такой, как Акил или Костя могут отравить, а значит нужно искать там. Я пришел к старому сараю, вокруг которого ползали змеи. Диша попыталась с ними поговорить, но они тоже были заражены и стали плотнее обвивать сарай, время было на исходе. Я чувствовал, что мир слабеет. Яр, я и девушка отвлечем змей, а ты ищи Акила. Я хотел возразить отцу, но они с дриадой просто стали резко их закидывать камнями и тем самым злить. Но змеи преподнесли неприятный сюрприз, они стали сливаться в одну огромную змею, что-то вроде анаконды, а может и больше. Время уходило, змея пыталась их ранить, а сарай был обвит ее огромным телом. Да, это явно не анаконда. Я полез аккуратно ступая, чтобы ее не задеть, нашел подвал, ее хвост с иглой на конце лежал на крышке люка. Значит Акил там. Выбора у меня не было. Я схватил рядом лежащий топор и рубанул по ней. Ого, это не осталось незамеченным, эта гадина задрожала всем телом и стала просто стискивать сарай. На меня стали сыпаться доски. Быстро поставив щит, я открыл люк. Акил, ты тут? Я прыгнул туда вниз, просто на удачу. Здесь было сыро и пахло гнилью, словно тут умер не один человек или животное. Я услышал хрип и резко обернулся. Акил лежал в луже собственной крови и мерцал, как будто это какая-то проекция. Акил, это ты? Он не ответил, а просто приоткрыл глаза, увидев меня, они налились кровью и он завыл, это был не он. Мерзкая злая псина, которая сидела на цепи, она сдохла, но почему-то все еще была жива. Лужа крови вокруг нее была странной, словно она питалась ей. А потом до меня дошло, это кровь Акила, только так можно держать жизнь в мертвом. Псина скалилась и цепь не казалась прочной, а значит она что-то очень хорошо охраняет. И только потом я заметил, что около нее лежит тряпка, а на ней что-то небольшое и почти не дышит. «Акил, это я, Ярослав!» Я крикнул, маленький комочек дрогнул и снова замер, он совсем был без сил, и тут псина сорвалась, она снесла меня к стене, я схватил ее челюсти, но она давила слишком сильно. Одной ногой я пнул в ее открытые ребра, они сломались, но этой дохлятине было вообще по боку, ее глаза все сильнее наливались кровью, из пасти копала кровь, просто огромный живой труп, она сильнее дернулась и вывернула свою морду из моих рук, а потом вцепилась в мою ногу, прикусив ее. А это значит, пустила туда яд, я пальцами просто вдавил ее глаза и только тогда она отцепилась, но не отцепился я от нее. Она протащила меня по всему подполу, мотая по стенам, но я крепко всадил ей пальцы в глаза и ухватился там за кость. Она когтями расцарапала мне прокушенную ногу, я держался, бил ее, ломая кости ее скелета, вырывал останки ее плоти, но этой мерзости было вообще все равно. Она швырнула меня об стену так, что я все же отлетел от нее, вырвав часть черепа, открытый мозг, без глаз и с огромными челюстями и когтями, эта шавка шла на меня. Что это вообще, я не понимал, обычно они дохли, но не это. Я приготовился к тому, что сейчас меня раздеребанят в серпантин, но оглушительный выстрел заставил меня вздрогнуть. — Ярослав! Папа подлетел ко мне. — Пап, я не верил своим глазам, а змея? — Тише, тише, Яр, надо вытащить тебя и Акила, мир почти упал, Диша сказала, пора выбираться. Папа поднял меня и закинул через плечо. — Пап, Акил! Я указал на него рукой, в голове поплыло и я, кажется, потерял сознание. Когда я очнулся, то сначала не понял, что вообще произошло и где я. Знаю, что псина меня отравила, почему-то не сдохла и папа, там был папа. — Яр, ты очнулся? Мир запрыгнул ко мне на постель. — Где мы? Слова я плохо почему-то выговаривал. — Мы в безопасности, все хорошо, ты еще слаб после яда. Он положил свою голову мне на плечо. — Поспи еще, тебе нужно набраться сил. — А-а-а, Акил. — С ним теперь все хорошо, он тоже еще слаб, вам двоим нужно поправиться. Мир окутал меня своей энергией и я отправился в сон. Проснулся я уже бодряком, в комнате очень вкусно пахло чаем и булками. Живот тут же заурчал. — Ярослав, сын, ты проснулся. Я так испугался за тебя. Папа подскочил ко мне. — Пап, все нормально, я уже не маленький. Я посмеялся. — У тебя еще даже паспорта нет, а со всякими блохастами сражаешься. Он попытался улыбнуться, но нервничал. — Что случилось, я вижу по тебе. — Да просто я увидел это, задумался. Сколько же раз ты вот так мог погибнуть, а я и не знал. Что я за отец такой? — Все нормально, я понимаю, что это очень сложно представить или понять, но для нас это привычно уже. — Знаешь, я тут пока ты спал, разговаривал с Миром, чтобы понять вообще, что вы делали с Костей и Акилом и он мне сериал дал посмотреть, ну, чтобы я смысл понял. И знаешь, я испугался, очень испугался, там жуткие вещи. У тебя конечно есть мир и твои способности, с вами всегда был Костя и Акил, но ведь сейчас ты не так силен. А я вот только и могу что отпугнуть, мне стало, правда, страшно. — Кстати, а как ты расправился с Псиной? — Да никак, она жива, я тогда стрельнул в нее, она разлетелась и пока ее ошметки ползли друг другу в огромную лужу крови, я вас вытащил. Диша сказала, что нам нужно бежать, она сушила кровь и мы ушли. — А где Акил и Диша? — Да разговаривают о Косте, она любила его, да? — Да, пап, любила. — Да они скоро придут, а ты давай, позавтракай. Он принес мне на подносе большую кружку чая, булки и кашу. — Спасибо, пап, да не за что, кушай. Ели мы молча, я видел, что отец испуган, я не знал, как его успокоить, хотя это будет бесполезно. Никто не знает, что нас ждет и чем это закончится. Наверное, будет лучше, если он сейчас это примет. Акил с Дишей зашли молча, оба расстроенные. — Акил, привет! — Я улыбнулся. — Привет, тебя бы отругать, парень, но я рад, что вы меня нашли, не совсем понял, как вернули Тишу, но очень рад. Он запрыгнул на кровать и обнял меня. — Я знал, что ты будешь ругаться, но мы не могли тебя бросить и бать с дедом просили передать, что если мы не сможем вернуть Костю, то чтобы ты сам возвращался и позвони им, они переживают. — Хорошо, спасибо тебе, спасибо вам всем. — Он оглядел нас всех. — Мы словно команда, как в твоем любимом сериале, мир. Акил подмигнул. — А что, по-моему, мы даже лучше, мы и семья, и боремся, только нам не так везет, как им. — Мир завилял хвостом. — Ха-ха, ребята, мы же не в сериале, нам явно будет сложнее, хотя сериал неплохой. — Я посмеялся вместе со всеми. — Да, если так подумать, то нам бы тоже никто не поверил, решили бы, что мы сошли с ума. Акил рассказал нам, что Костя постепенно возвращается от душа и он иногда выходит на связь. Его слезы полностью утопили его собственной боли, а когда он принял ее, то они стали чем-то вроде святой воды. Чистилище существует на самом деле, и там есть те, кого мы никогда еще не встречали, а именно настоящие демоны, всадники апокалипсиса и прочая нечисть. Каждая нечисть была когда-то человеком, но за свои грехи, а именно очень страшные грехи, а их всего семь, были и отправлены в ад. Все высшие силы, которые мы уже видели, они не единственные на свете и во вселенной. И тот же самый бог существует, как и ангелы, и так же и Будда и прочие высшие. Мы, а именно я, Акил, Мир, Кости относимся на самом деле к древним славянам, которые были язычниками, но можем пользоваться любой религией, они между собой что-то вроде высшего общества. А еще у всех у них есть свои святыни, но все, что объединяет всех – это чистилище. Там покоятся все самые страшные существа, и кто-то очень хочет их поднять. Костя же был способом, но он пришел без души. А поэтому тем, кто задумал такое, нужно ждать рождения нового некроманта. Если бы Костя просто умер, а не отправился в забытие вместе со смертью, а она, к слову, не сама смерть, она одна из ее дочерей, как курьер примерно. Так вот, его сила ушла бы в новорожденного, и тогда его бы попытались или вновь убить, или воспитать чистое зло. И когда Акил раскопал это все, то его схватили. Людей заразили черной меткой, чтобы не дать Акилу вытащить палача. Ведь тогда он станет погибелью тех, кто его проклял. Некроманты изначально были не проклятыми, а помощниками смерти и стражами шестиста печати бездны. Но потом кто-то поднял бунт, и их стали уничтожать. А Костя вобрал в себя силу древнейших, и он способен был открыть или же наоборот, навсегда запечатать врата. Это все сложно и муторно, но это давало надежду, что все же мы сможем его спасти, и что он не умрет окончательно. «Мы поедем на самую аномальную пустошь, она как раз в пару недель езды от нас, самое главное – не привлекать к себе внимание, так как нас будут искать». Акил помогал миру складывать наши вещи. «Нам нужно выдвигаться налегке, берем только еду и оружие, все остальное придется оставить. Нам это не поможет». «Но ты сказал, что там множество религий, значит информация пригодится любая». Папа хотел взять то, что нарыл в библиотеке, и библию. «Информация нам нужна только одна – как его найти. Дальше Костя сделает все сам. Никто кроме него не сможет справиться, поверьте мне». Акил понимал моего отца, но не знал, как это все объяснить, что без некроманта в этом мире рухнет баланс, ведь до его рождения было много зла. А потом он сумел восстановить равновесие. «Понятно», – отец обреченно вздохнул. «Пап, ты пойми, мы тут не справимся без него». Отец кивнул и пошел в машину, мы за ним. Дорога прошла почти без приключений. Где-то нам приходилось ехать только ночью и очень быстро, где-то объездами. Нас пытались подловить везде, все были напряжены. Акил пытался учуять Костю, но пока что результатов не было. Мы прибыли на огромный пустырь, который был словно мертвый. Высушенная, сожженная земля казалась ненастоящей. Растений не было. Диша стало плохо. Тут не было живой природы. «Диша, у меня есть идея, вот, возьми, это вода». Акил протянул странную маленькую колбу. «Этого мало, Акил». «Тут все четыре стихи, я наложил печать усиления, так что ты сможешь черпать из нее силы». Ты молодец, а я вот не подумал об этом, просто впервые вижу место, где нет ничего живого, даже воздух тут словно умирает. «Да, потому что тут вход в само чистилище». «Стойте!» Папа остановил нас. «Смотрите туда, там человек!» Он указал почти на центр пустыря. Парень на вид очень молодой, весь измотанный, словно был на грани жизни и смерти, шел с бычьим рогом в руках, и у него текли слезы. «Может, корову любимую похоронил?» Мир смотрел удивленно. «Ну или вместо целой коровы только рог остался, кто-то ей пообедал». Акил как-то скептически посмотрел. «Нам лучше не привлекать внимание». Мы перешли на шепот, но парню было явно не до нас. Он шел просто убитый, правда я видел под его порванной футболкой интересную тату. Змея и еще что-то не особо видно было. Акил принюхался к нему. «Он человек, но что-то не так, поэтому ждем пока не уйдет». Акил сделал полог вокруг нас. «А я все смотрел на него, мне почему-то было его жаль. Возможно, он, как и мы, пережил что-то страшное. Он удалялся от нас, а я все смотрел, не знаю почему, но очень хотелось его догнать и помочь. Но я так и не решился сделать хоть шаг. Стыдно, но мы не можем исправить все на свете». «Я начерчу символы, чтобы найти врата бытия». Акил прошел к центру. «Мир, ты наложи полог, чтобы нас никто не видел, нам ни к чему лишнее внимание». Но мир не успел этого сделать. Акил только начал чертить, как вокруг нас появились огромные пещеры, а из них на нас смотрел человек. Красные глаза и не самые дружелюбные. «Кто ты?» Акил решил не ждать проблем. «Я так сильно изменился, старый друг. Его голос был так похож на… Костя!» Я не выдержал. «Яр, что ты тут делаешь?» Он сверкнул глазами. «Ты еще ребенок, тебе опасно приходить сюда, тут чертог, врата, тут вся боль!» Он явно злился. «Костя, ты не прав!» Диша вышла вперед. «Здравствуй!» Его голос, кажется, был взволнован. «Здравствуй!» «Я знаю, что это ты вернул меня!» Она сделала к нему шаг, как он тут же сам оказался около нее. «Я сделал это не для того, чтобы ты погибла тут. Тут нет живого, тут смерть, ты задохнешься. Я думал, ты поможешь Яру, станешь им другом, каким был я. А вы приехали сюда погибнуть?» Он отвернулся. «Мы приехали за тобой!» Папа тоже вышел вперед, у Кости глаза пыхнули злостью. «Мало того, что вы не пожалели себя, так еще и человека угробить и решили!» Он явно был не рад. «Я сам решил, а приехали все за тобой!» Папа ругал его, как будто не боялся. «Костя, а что бы ты сам сделал?» «Я не знаю, но я умер. Вы должны были меня похоронить и жить дальше» «Ты не умер!» «Ты застрял между жизнью и смертью, и когда твое тело найдут, и возьмут твою кровь, то будет жопа всем» «Ого, а папа то у меня тоже умеет нервничать» «Я понимаю, но если я начну воскресать, то будет тоже плохо, сожгите мое тело, мою кровь, но я останусь тут» «Костя, я шел за тобой по твоему зову» Акил даже вспыхнул «Я не посылал тебя» Костя обернулся в непонимание. Мы замерли на месте, Акил рассказал все с самого начала, то же, что и нам. Костя злился и не понимал ничего. Да, все было правдой, но кто от его имени вел Акила все это время, оставалось непонятным. «Уходите и забудьте обо мне» Он повернулся и хотел уйти, но не успел. Вокруг нас поднялся песчаный ветер, ноги стали проваливаться, а из нас, словно вытекать силы. «Только не это» Костя стал водить руками вокруг, словно сражался с этим явлением. «Что это?» Я крикнул ему. «Это самое жестокое существо границы, пес, что утаскивает всех за собой в самое пекло чистилища» Костя словно сдерживал стену. «А почему он тебя не трогает» «Потому что я приспешник, я страж, а вы непрошенные гости и живые» Костю откинуло, а перед нами возникла почти собака, только очень огромная и с мордой паука. У нее было множество игл на шее, когти клацали сталью, ее челюсти были словно у пираньи. «Это еще что за хрень» Папа впал в панику. «Мир, отца нужно закрыть» Я крикнул своему фамильяру «Я не могу, Яр, меня словно парализует» «Экил, ты можешь что-то сделать» У меня началась паника как тогда, в самые первые разы «Нет, я тоже скован» Я обернулся вокруг. Костя был под лапой этой огромной туши, Диша лежала на песке и задыхалась, ее не спасала та вещь больше. Отец стонул словно в зыбучем песке, а Псина упорно смотрела на меня. «Я опомниться не успел, как эта здоровенная тварь понеслась на меня, я увяз в этом песке, земля, что это вообще непонятно» Походила на трясину в болоте. Собрав все, что во мне было, я поставил защитный блок и она отлетела. Костя подскочил и стал творить вокруг нас всех пламя. Оно было синего цвета. Я кинулся к отцу, еле вытащив его, просто откинул к машине. Он попытался вернуться, но я запарь его около нее. Он что-то кричал мне, но я его уже не слышал. Дишу вытащил Акил, я помог миру. Мы стали соединять нашу энергию. Без Костя мы были слабые, но сейчас он был между гранями, а значит не мог как раньше быть с нами. Яр, давай ты должен принять в себя всю мощь. Диша стала отдавать мне все свои силы. Нет, ты же умрешь. Я не умру, а если и стану снова духом, то лучше я, чем ты. Нет, ты погибнешь. Костя крикнул ей, возведя стену огня. Сейчас вам стоит полагаться только на свои силы каждому. Тут такие правила. И он ударил по нам так, что энергия рассоединилась. Я отлетел и почти попал в огонь, но мир меня поймал. Пес очень быстро смог пролезть через эту стену. Пора. Акил стал огромным черным псом с ядовитыми зелеными глазами, такого я не видел еще, мы стали все пятеро вокруг пса и сами не заметили, как образовали пентаграмму. Псина прохрипела нам и стала просто разлагаться. Она открыла свою пасть и оттуда просто полетел ворох саранчи и еще каких-то противных насекомых, кажется это были осы, они сжалили нас и наносили сильные раны. Костя нанес удар по этой собачатине. Приспешник, тебе не выйти отсюда никогда, так повелел мой хозяин. И псина стала изрыгать из себя нечто не похожее ни на что, противное мерзкое, волчья пасть тела насекомых, множество насекомых, оконечности человека. Что это такое и кто мог породить такой ужас? Оно было без лица, только пасть, ни глаз, ни ушей, ничего. Шатаясь и мечась из стороны в сторону, оно пожирало мертвых ос, которые умирали, ужали в кого-то из нас. Это что такое? Я просто офигел. Это пожиратель душ, один укус и вы мертвы. Костя встал около нас. Косточка, а как его от того? Акил смотрел с ужасом, даже его. Кто многое видел, это ужасало. Никак, его невозможно убить, только заточить обратно в нем. Он указал на пса, который продолжал разрывать себя, выпуская новых ползучих тварей, только больше похожее на армию монстров, трупов и прочей гадости. «Я говорил вам не приходить, вы не послушали, вы должны были смириться, а теперь я должен наблюдать, как вас убьют?» Он явно злился. «Ты нам нужен, Косточка». «Акил, ты готов рискнуть ими, чтобы вернуть меня?» «Я ушел один, но они нашли, они бы все равно пошли тебя искать». Их спор прервало рычание. На нас шли полуразвалившиеся трупы, которые явно не желали разговаривать, все мои удары, атаки мира или Акила не причиняли им вреда. Костя палил их огнем, они горели и продолжали скалиться и наступать на нас. Я вспомнил то, что говорил Акил о религиях, что тут собрано все зло. Я сделал щит около себя и стал вспоминать единственную молитву, которую знал. Вокруг меня стала содрогаться земля, она пошла трещинами и стала утаскивать за собой часть этих тварей. Акил и мир посмотрели на меня и потом кивнули друг к другу. Акил что-то начертил и они с миром стали говорить на каком-то языке. Вокруг них, а потом и вокруг меня и Диша образовались круги из четырех стихий. Диша еле отдышалась. Я думал, что мы ее потеряем. – Молодец, Яр! – Костя крикнул мне. – Я не мог вам подсказать, на мне стоит обет молчания. Он явно выдохнул с облегчением. Твари стали корежиться, а каждый из нас что-то говорил, то, что вспомнил из разных молитв, заклинаний, все, что только мы знали. Пес злился, пытался разрушить наши огненные круги, но его лапы опалились и он получал ожоги. Вокруг нас стали кружиться души, голодные и злые, но мы продолжали. А потом я услышал голос своего отца. Он шел к нам, читая что-то из еврейской книги, его руки светились, он шел босой. После каждого его шага, там была вода, я не мог в это поверить. – Человек, ты грешнее всех из вас, – псина зарычала на него. – Ты потонешь в своих грехах, – но отец молча шел на нее. Из псины вырывались разные сущности, все они были черные и они шли к нему. – Яр, все будет хорошо! – он крикнул мне и шел на них. – Пап, стой! Стоило мне прервать молитву, как одна из тварей нанесла мне удар. – Молись, Яр, – отец крикнул мне, и я продолжил читать одну и ту же молитву. Черные тени окружали его, у него шла кровь, а его следы оставляли теперь не воду, а кровавые следы. Но он шел и читал, я видел боль в его глазах, я знал, что нельзя было ему со мной, я не прощу себя. Я решил принять удар на себя, но что-то словно запретило мне это сделать. – Яр, он должен это пройти. – женский голос, а потом кто-то погладил меня по щеке. – Не бойся, Яр, я твоя мама, я не причиню тебе вреда. Я знаю, что ты не хочешь для него такого, просто поверь ему, как и он поверил в тебя. А потом она словно обняла меня, и я почувствовал силу, огромную силу. Я, Диш, Акил и Мир продолжали говорить, огонь от нас шел по всему пустырю, он не трогал только отца. Все эти мерзкие твари тонули в черной жиже, которая вытекала из них самих, они захлебывались и просили о помощи. Противная сущность без лица металась и со злостью кусала псину, и каждый раз отрывала от нее куски мяса или кость. Пес становился бледнее, его вены обрывались, и он словно рассыпался, а тень проходила сквозь него. Он падал, вставал и шел, не переставая читать, они ранили его, а я не мог ничего сделать. Он подошел к Косте и положил ему на голову свою руку. Костя хотел откинуть ее, но не смог. Черная тень закрыла их двоих, кровь лилась так, что образовалась кровавая река. Псина упала, ее доедала та тварь, захлебываясь в крови этой же собаки. Мне никогда еще не было так плохо и страшно, все вокруг было в трупах, останках, кровь, вокруг только смерть и кровь. «Довольно» – визгливый истерический, но очень знакомый голос. «Я не отдам его, я прокляла себя за него, я убью вас» Это была она, дочь самой смерти, только теперь мы знали, кто она, ангел с черными крыльями, ангел смерти. Она стала пытаться пробиться к нам через тьму, но ее отшвырнуло оттуда, а кровь, которая лилась от них, стала ее ранить. «Не сметь» – она вережала и рыдала, ее бледная кожа покрывалась кровавыми пятнами. «Не отдам» – она стала стрелять глазами в разные стороны и увидела Дишу. «Ты, это ты виновата» – Диша встала и тоже сверкнула глазами, они обе были готовы разорвать друг друга. «Ты не имеешь права его забирать, у тебя же нет души, ни чувств» – Дриаду переполняла боль. «Плевать, он поможет мне освободиться» Теперь становилось понятно. Как только они приблизились друг к другу, то их тут же откинуло в разные стороны. Из тьмы вышел Костя, держа под руку моего отца. Отец был изранен и весь в крови. «Папа» – я хотел кинуться к нему, но Костя остановил меня. «Стой, Яр, все будет хорошо, он придет в себя, я обещаю» Он говорил, а мне было плохо и страшно, я не хотел его терять. «Ты, как ты посмела заточить меня тут? Ты же прокляла нас обоих, ты хотела, чтобы мое тело использовали, как какой-то костюм, и кто, кто я тебя спрашиваю» Он смотрел на ту, кем раньше восхищался. «Тот, кто освободит меня от возни с этими грязными людишками» Она стала превращаться просто в Мегеру, Когти, Клыки. «Только попробуй, и я утоплю тебя» «Да, мне не убить тебя, но могу запереть надолго. Ты уже подсылала обманом сюда человека, теперь их привела. Решила, что отец Яра сойдет за грешную душу? Так вот, он был одержим, его сводили с ума, он не виноват» Костя положил моего отца и снова восстал в виде палача, огненного палача. Мы все встали к нему. Я не знаю, что нас ждет дальше, но теперь мы стояли на смерть «Хватит» – еще один голос, старый голос, словно кто-то много курит или очень стар. Мы обернулись, позади нас стоял старик в старом ввидавшем многое костюме «Довольно устраивать тут хаос» – он покачал головой «Отец» «Ангел смерти упала на колени» «Ты будешь наказана на многие века, а что касается вас» – он сурово посмотрел на нас. «То я дам вам уйти, но вы должны забыть все, что тут было и оставить свои силы» – он посмотрел на нас очень и очень серьезно «А как же Акил и Мир, они же тогда не смогут быть с нами» «Я не готов потерять Мира и Акила» «Я думаю, что могу им предложить хороший вариантик» – он подмигнул нам и исчез. Ранее утро, лето, что может быть лучше, а то, что сегодня мы всей огромной компанией идем на рыбалку. Я с отцом переехал сюда не так давно, мамы у нас нет, она умерла, а потом и бабушка, мы остались вдвоем. У нас по соседству живут два брата, старший Андрей, младший Костя, они старше меня, родителей у них тоже нет, только есть Ба с дедом. А еще недавно Костя познакомился с девушкой по имени Даша, у нее есть младший брат Мирослав, они, как это странно бы не было, тоже сироты. Только Даша смогла оформить опеку над братом, ей было уже 19, когда их родители погибли. Мы как-то так хорошо сдружились между собой и удивлялись, как жизнь свела такую компанию вместе. Мы любим рыбачить с дедом, пироги печем с Ба и учимся разбирать машины с моим отцом. Даша учит нас иностранным языкам и много знает про садоводство. Я очень хорошо плаваю, как рыба в воде, даже медаль получил. Костя и Андрей любят историю, особенно про древних богов, и вот как-то так мы живем. Иногда нам кажется, что мы и сами словно обладаем способностями, но так же не бывает в жизни. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.